С добрым утром, ребята! Всем привет! Степашка, как я тебе? Да вроде ничего. А куда собрался? Бабушку с юбилеем поздравлять. Стихотворение вот выучил, послушай. Признаюсь я, бабушка, От души любя, Что на свете никого нет Роднее тебя. Хорошее стихотворение, молодец. Только я пока его Учил, задумался. Почему это в стихах Каждая строчка начинается С большой буквы? Я думал, ее надо писать только В начале предложения, а тут В середине получается. Хм. А я как раз недавно Это выяснил. Оказывается, стихи Исключение из правил. В них каждая строчка может Начинаться с большой буквы. И кстати, большую букву Правильнее называть Прописной Или заглавной. Хм. Понятно. А маленькую тогда как? Маленькая буква Строчная. А знаешь, я вспомнил, Когда еще прописная буква Может появиться в середине Прописная буква При прямой речи. Хм. Напомни, что такое Прямая речь? Хм. Это когда мы Цитируем чьи-то слова. Например, Мама сказала Не съешь суп, Не получишь конфету. Хм. Интересно. И логично. Ведь прямая речь Это как бы Отдельное предложение. Да, самостоятельное. Хоть и вписано Внутрь другого. О, вспомнил, Когда еще нужна Прописная буква. Ну и когда же? Когда мы пишем Имена и названия. Ну, Степашка, Филя, Москва, Россия. Хм. Точно. Но знаешь, С именами и названиями Не все так просто. Давай подробнее Разберем эту тему В другой раз. Хм. Договорились. А на сегодня это все. Пойдем. Надо еще Твоей бабушке Цветы купить Или конфеты. Точно. Ребята, Не пропускайте Нашу рубрику И вас не поймают Слова ловушки. Не переключайтесь. Пока-пока. Пока.